сегодня у нас 22 октября 2017 года и вот как бы под завязку года наконец-то мне так скажем товарищ один принес монеточку которую я искал очень-очень давно почему-то она не случилось что так что она сравнительно ее тяжело достать даже в крупных городах но тут вот на сдачу другу далее он принес мы говорим о монетке 2 рубля 2017 года так вот из стандартных монет не ювелирных она пожалуй мне самые самые последние вот из монеток досталось смог ее наконец-то приобрести и вот ближайший день у нас получается 23 октября и хотелось бы вспомнить что у нас за долгие долгие годы начиная с до нашей эры происходило именно вот сегодня 23 октября но в разные годы тысячелетия и так далее вот из памятных дат в венгрии день начала революции освободитель борьбы 1956 года и провозглашение венгерской республики в таиланде день чулалон как корна чествование короля рамы 5 из династии чакри вообще в этот день что у нас происходило 4044 год до нашей эры по подсчетам ирландского архиепископа джеймса асшера в этот день был сотворен человек в 787 году вселенский собор христианской церкви установил порядок почитания икон сохранившийся и поныне в 1545 украинский славные украинские казаки выйдя в море на 32 чайках беспалубный плоскодонный чул он такой подошли к турецкой крепости очикале очаков и захватили ее бодро легко непринужденно в 1689 году английский парламент принял биль о правах закон законодательно ограничивал права короля и установил ряд важных демократических свобод в том числе и свободу совести в 1748 завершено строительство первой в россии химической лаборатории основанный михаилом ломоносовым в 1814 в москве в церкви трех святителей у красных ворот крестили новорожденного михаила лермонтова крестной матерью стала бабушка елизавета алексеевна арсеньева она же недолюблющая зятя настояла на том чтобы мальчика назвали не петром как хотел отец а все-таки михаилом в 1826 в театре нью-йорка впервые в сша применено газовое освещение в 1859 в киеве открыта первая воскресная школа в 1873 создан священный союз трех император россии германии и австро-венгрии в 1914 в москве открыто щукинское театральное училище в 1914 в москве рубинский построил тренажер для обучения пилотированию самолета в 1925 принят первый исправительный трудовой кодекс украины в 1927 в израиле основан город нетанья в 1937 начался 812 дневный арктический рейд советского ледокола георгий седов в 1946 началось первое заседание генеральной ассамблеи он в 1947 первые лауреаты нобелевской премии стали супруги выходцами из австрии американским биохимикам геттри и карлоу кори за открытие каталитического превращения гликогена была присуждена премия по физиологии и медицине в 1947 же в атмосфере растущей истерии охоты на ведьм в голливуде президент гильдии актеров рональд рейген заявил комиссия по расследованию антиамериканской деятельности что страх перед коммунизмом не должен ставить под угрозу демократические принципы в 1952 в нью-йорке прошла от примера нового фильма чарли чаплина огни рампы в 1955 южный вьетнам поразглашен республикой в 1958 борис пастернак назван лауреатом нобелевской премии по литературе в 1974 в вене 75 сессия мог приняла решение о проведении 22 олимпийских игр в столице ссср в городе москве в 1983 в буэнос-айрисе свалившийся из окна 13 этажа собака упала на голову 75-летней пятилетней женщины и убил ее в собравшись на месте инцидента толпу врезался автобус жертвой которой стала другая женщина мужчина ставший свидетелем обоих несчастных случаев скончался на месте от сердечного приступа в 1984 пленум цк кпсс принял программу переброски на юг сибирских рек в 1990 город горький вновь стал нижним нового городом в 1991 государственный департамент заявил о готовности сша нормализовать отношения с вьетнамом в 1979 против ватс влагавила и пяти других чешских диссидентов выдвину обвинение в подрывной деятельности в 1989 будапеште произошло создание венгерской республики в 1991 же распущен кгб ссср на органы госбезопасности возлагалась в основном функции разведки контрразведки борьбы с экономическими саботажами и другие эти же органы осуществляли политику массовых репрессий организовывали политические процессы против врагов народа вели следствие создавали фальсифицированные дела по так называемым контрреволюционным преступлениям преследовали инакомыслящих в 1997 резко упали курс валют большинства стран восточной азии в 1998 в баффало сша снайпером убить доктор барнет степьян производившие аборты в 2000 году китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов который был создан 2000 лет назад в эпоху династии хань в 2000 же ученые университета пенсильвании обнаружили древнейшие бактерии которым по их оценкам было около 250 миллионов лет в 2000 году президент сша билл клинтон подписал указ о выделении 58 миллиардов долларов на установление национального стандарта употребления алкоголя за рулем согласно документу теперь в крови водителей может содержаться не более чем 0 0 8 процентов алкоголя в 2000 же российское агентство интернет маркетинга промо ru и лично тимофей бакарёв владелец этого сайта посвящена сетевой рекламе стали жертвами плагиата издательством познавательная книга плюс была издана книга рекламов в интернет у которой 91 страницы из всех 167 представляет дословную копию содержимого сайта промо.ру в 2002-м бывший руководитель аппарата белого дома в администрации клинтона джон подеста призвал пентагон рассекретить документы относящиеся к инцидентам с нло в 2002-м же сенсационные изменения в жизни оксовского университета здесь объявлено на распуске специальной службы которая почти 80 лет следила за порядком в британском вузе и в 2002-м же на аукционе женевской фирмы антикором золотые часы марки брегет принадлежащим прославным генералу ермолову герою войны 1812 года и покорителю кавказа были проданы его на часы за 2 миллиона швейцарских франков в 2008 году крымский парламент ввел день флаг автономии чтобы 20 января было объявлено днем флага автономной республики крым вот такие вот у нас события которые произошли 23 октября в разные в разные в разные годы в мире в россии и мире на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания